Что, начинаем. Поехали. Друзья, я счастлив быть в 179-й школе, с которой меня связывает не только то, что сын сейчас заканчивает 11-й класс, но он сейчас едет из другого города, они там играют. Но еще то, что я сам здесь вел класс, в общем, родной дом, один из родных домов в Москве несколько. Так что всегда, когда я сюда иду с лекцией, там такое волнительное действие. Значит, сегодня будут Кауссовы числа и их чудотворное влияние на всю математику. Конкретно, в принципе, я сейчас напишу, а больше я сюда не подойду, так что потом ты сможешь вернуться. Значит, это было вроде как на кружке. Я немножко объясню, что такое основная теорема аритметики, почему она у Кауссовы числа в Вьетнам, мы просто поверим в это утверждение. А дальше начнем. В результате мы сможем, например, решить вот такое замечательное уравнение целых числов. То есть мы сможем понять, в каких случаях квадрат на единицу меньше куба. Вот. И понять это про весь натуральный ряд, да? То есть вообще, когда в натуральном ряду, где бы то ни было, встречается квадрат на единицу меньше куба. Дальше мы с вами решим знаменитую задачу о пифагоровых тройках. После некоторых небольших приготовлений это будет сделано в одну строку. Вообще, в принципе, есть разные методы получения всех критерий этого уравнения, от целых числах, опять же. Но, значит, но, так или иначе, все равно они задействуют там довольно долгую цепь каких-то логических аргументов. И самое короткое, которое я знаю, самый короткий вывод, он происходит через галсовое число. Вот. Дальше, значит, мы рассмотрим вопрос о представлении чисел в виде сумм двух квадратов и, в частности, простых п в виде суммы двух квадратов. Здесь нам тоже помогут галсовые числа. Это знаменитый сюжет Рождественской теоремы Берма. А это то, что Гаусс полностью долбал под орех в свое время задачу, да, как, сколькими способами можно представить данное натуральное число в виде суммы двух квадратов. Тут я не до конца доведу, я только сделаю некие намерки, а вы уже это самостоятельно доделаете. А потом мы в результате, заходите как-нибудь, я думаю, там где-нибудь можно найти местечко. Вот. А потом в результате мы рассмотрим задачу РДШ по равных расстояниях, которые с предыдущим напрямую связаны, является нелишенной задачей человечества. Вот. Мы рассмотрим, но, к сожалению, мы ее не лишим. Впрочем, я бы поставил где-то процентов 5 вероятности на то, что эта задача будет решена кем-то из присутствующих здесь в неделе. Вот. Процентов 5. Потому что она довольно свежая. Она не кажется гробовой, но пока никому не дается. Вот. Я ее сформулирую, и вы можете попробовать что-нибудь с ней сделать. Как нам, когда учитель дал, сейчас все упражнения, доказать, что несчетных совершенно учитель не существует. Вот. И в этот век, когда я учился, да, не было интернета, я не думая, что это какой-то подмог. Триня пытался доказывать. Даже несколько лем выбил. Нечетное число, которое потенциально является совершенным. Вывел несколько лем. Потом пришел учитель и сдался. Это шейнбл. Ну, она не решена. Ну, да, вы что-то из вас не решили. Ну, и дальше, на самом деле, будет такой постскриптум, если у нас останется время. У нас сколько? Полтора часа есть? Да. Вот. Если у нас останется время, то мы еще рассмотрим вот такое уравнение. Оно неожиданно стало чрезвычайно важным для человечества. Посмотрим его решение о гауссовых числах, и что-то интересное, что из этого следует. Некоторое решение о гауссовых числах, и что-то очень интересное, как мы решили. Вот. Это если останется время. А кто знает, что это за уравнение? Поднимите руку. Я написал Y квадрат равно X кубер плюс 7. Валюта похожая на это, но тут костанта другая. Кто знает, к чему относятся, к какой деятельности, чрезвычайно популярной в современном мире, и к какому явлению современного мира это уравнение относится, не знает, да, никто? Криптовалюта. Знает, да, да. Биткоин. Криптовалюта Биткоин. Совершенно верно, да. Это уравнение лежит в основе функционирования криптовалюты Биткоин и тех алгоритмов, которые в ней заложены. Ну вот, собственно, это наш примерный план. А теперь поехали. Значит, я должен взять тот же самый фломастер, да? Да можно пальцем рисовать. Ну как нравится? А, просто вот так, да? Да. Ну давайте так и будем. Значит, что такое галсовые числа? Ну что такое целые числа? Все знают, да? Вот так вот узелки рисуют на прямой линии через равные промежутки. Правильно? Где-то выбирают 0 или еще договариваются о направлении отсчета, так, чтобы, например, оно шло направо, как обычно. Что, впрочем, совершенно не важно. Вот. И тогда у нас целые числа будут направо идти, в смысле положительные, а отрицательные на него. Ну вот, некоторые вещи в целых числах не делаются. Например, сумма квадратов ни в целых числах, ни в обычных вещественных числах не раскладывается на множители. Вот не умеет, и все будет. Что-то, 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 что-то не происходит. Нельзя в сумму квадратов разложить там множители. Но нам же хочется это сделать. Разложение... Кстати, тут цвета тоже, да, бывают? Да. Вон они. Сверху слева. Сверху слева. Вот это, да? Все, я буду время от времени перетрыгивать на другие цвета. Вот. Здрасте. Так, вот. Где еще можно потесниться? Может, где-нибудь... Сзади... Есть место. Ну и мы заводим... Значит, мы заводим число новое. Давайте толстеньким возьму. И здесь окружность такую вот. Проведу окружность. Она называется тригонометрической окружностью. Вот. И, значит, мы на точках пересечения ее с вертикальной осью заведем на новые два числа. Минус и, и, и. Вот. И будем просто постулативно считать, что это как раз квадрат из минус единицы, которого нам так не хватает, да, при разложении суммы квадратов, нам хотелось бы ее превратить в разность. Но чтобы ее превратить в разность, нам нужно извлекать корень из минус единицы, да? x квадрат плюс y квадрат равно x квадрат минус минус y квадрат. И если мы умеем из минус единицы, да, извлекать корень, то мы сразу сможем и разложить, потому что это будет и y в квадрате. Правильно? И дальше, естественно, вот вам и разложение. x минус y квадрат плюс x умножить на x плюс y квадрат. То есть мы сможем выполнить нашу главную задачу, которая идет к лейкмотивам сегодняшней лекции вообще всей, да? А именно разложить сумму квадратов на множители. В этом как бы суть того, что мы делаем. Мы изобретаем новые, как бы, новые объекты. Некоторую новую систему чисел. Мы ее изобретаем с одной единственной целью, чтобы сумма квадратов раскладывала на множители. Потому что после этого многие задачи сведутся к некоторым общим принципам делимости. Принципы делимости разрешают, например, уравнение n равно a квадрат минус b квадрат. Полностью можно решить в целых числах с помощью теории делимости, сколькими способами данное натуральное число представляется в виде разности двух квадратов. И это делается в обычной аритмической целых чисел с учетом основной теоремы аритмической, которую, надеюсь, все знают. Любое число является произведением простых, и это существенным образом единственное разложение всегда. И вот мы теперь должны что-то сделать, чтобы с суммами квадратов тоже все получалось. Ну и вот для этого изобретается система чисел, в которой есть такое вот разложение. Ну что мы, смотрите, что мы привлекли какое-то новое число. Среди обычных вещественных его нет, поэтому мы его расположили где-то вне. Но, как бы сказать, дальше, естественно, наверное, понимать, что если мы имеем дело с числами, то, наверное, мы должны их уметь складывать, вычитать и умножать. Иначе какие они еще числа? Мы вот почему натуральными числами не ограничиваемся? Почему? Потому что натуральные числа не позволяют себя даже вычитать. Как вычитите два натуральных числа? Получится отрицательное. Вот вам приехали. Поэтому мы завоем целые числа, чтобы там уже были выполнимы все требуемые операции. Ну, такие первые три. Это сложение, вычитание и умножение. А с делением начинается, как бы, интересная история. Добрый день, заходите. С делением начинается интересная история. Иногда деление есть, иногда деление нет. И вот именно из-за того, что иногда оно есть, иногда его нет, получается, ну, содержательная теория делимости с простыми числами, там, с делителями, вот это все, да? Общими делителями. Вот, и поэтому возникает, собственно, возможность решать уравнение на основе делимости. Ну, хорошо, значит, мы хотим, чтобы эти числа подчинялись тем же законам. Но тогда, если они должны подчиняться тем же законам, то тогда число И должно позволять себя умножить на любое целое число. Поэтому мы получаем не только эту ось, но и вот эту ось. А дальше? Ну, дальше нам, наверное, хочется уметь, как минимум, складывать их с обычными целыми числами. Вот, и когда мы будем их начинать складывать, значит, упражнение состоит в том, что, при том, что мы потребовали, А плюс БИ равно С плюс ДИ, тогда и только тогда. Эй, ну куда делся? Когда что продиктуете? А равно С, Б равно Д. Да. Ну, и упражнение довольно простое, как бы, в лево то, вправо то, и если бы это было не так, и бы стало веществом числа. Вот, что, как мы понимаем, не может быть с этим произведением соединения. То есть у нас получается взаимоднозначное соответствие между всевозможными такими суммами и всевозможными точками плоскости с целыми координатами. Ну вот, соответственно, мы должны завести вот это все, что я сейчас рисую. Это все должно быть у нас. Все точки пересечения вертикальных линий. Здесь какая-то кнопочка бах, и сразу же вот эти все параллельные вертикальные... Ну, пока мы будем ее искать, я думаю, что я уже нарисую. Вот, вот у меня получается система чисел в узлах сетки. Вот, это надо надежнее, наверное, эти писать. Комфортнее, что ли. Вот, и мы хотим теперь что сделать? Мы хотим научиться складывать их, вычитать и умножать. Ну, в общем, со сложением, вычитанием все понятно. Так, тут надо было взять другой цвет, наверное, да, например, красненький. Рисовать там какие-нибудь два комплексных числа. Ну и сложение производится по принципу, по компонентности, или что то же самое векторное сложение. Кто знает вектора, это обычное сложение векторов. Ну и вычитание тоже, как бы, если вот это вот одно число, то вот это вот противоположное ему число. И чтобы из этого вычесть это, мы просто в обратную сторону вот это купленем, и вот получится результат. А умножение что? А умножение производится по наивному принципу. Раскрываем скобки, и все. И помним, что и в квадрате должно быть равно минус единице. Какой тогда получится результат? А это минус bd и bd. Да, потому что bd и квадрат это минус bd. Так, плюс? А bc плюс а d, а bc плюс а? Угу, точно. Вот такая формула для умножения действует. Вот, и делимость определяется в отношении к этой формуле. То есть, одно гауссово число делится на другое, если, то есть вот это число делится на это, да? Если существует вот такое, при умножении на это, то еще и это. То есть принцип делимости тот же самый, что и в целом числе. Одно число делится на другое. Давайте я так напишу. Гауссово число альфа делится на гауссово число альфа. Тогда, когда существует гамма, такое, что α равно β-гамма. То есть определение делимости не меняется вообще. Более того, довольно много чего не меняется. Ну, множество всех делителей, это, ну, понятно, если одно число делится на другое, то, соответственно, то второе называется делителем этого первого. Ну, и мы можем рассмотреть множество делителей, мы можем рассмотреть для двух чисел множество общих делителей, да, и развивать теорию простых чисел. Ну, например, определение, смотрите. Я сейчас дам определение, и вы немножко офигеете от него, а мы его потом разберем. Гауссово число, значит, в каком-то там x плюс y, называется простым, если у него ровно восемь делителей. Вот такое определение пустоты. Откуда восемь взялось? Откуда взялось восемь, а? Плюс-минус. Плюс-минус дает четыре. А еще и. Вот, правильно. Значит, дело в том, Следующую страничку. Там страница плюс, страница плюс. Спасибо. Спасибо огромное. Дело в том, что a плюс b и, любое a плюс b и делится на i. Ибо a плюс b и на самом деле равно i умножить на, кто мне продиктует это? Минус a и. Б минус a и. Вот я в такой форме хочу. Именно так. Вуаля. b и на раскладке a умножить на минус и квадрат, это как раз плюс a. Поэтому любое число делится на i, но аналогично на минусы, естественно, делится на единицу и минус единицу. Получается, что у нас вот любое вообще это число, любое гауссовое число, как минимум делится на следующий набор. Значит, делится на 1i, минус 1, минус i, а плюс b и, а плюс b и умножить на i, а плюс b и умножить на минус 1, а плюс b и умножить на минус i. Ну, эти четыре можно преобразовать, соответственно, в форме b минус a и, да? Вот какая четверка чисел крутится при умножении на i, да? Как она крутится? Вот а плюс b и превращается в b минус a и. Дальше, если еще раз умножить на i, будет, значит, на i. А плюс b и? Сейчас, b и квадрат, я правильно ли написал? Я неправильно, да, написал? А плюс b и умножить на i равно минус b и, наоборот, плюс a и. Теперь домножаем еще раз на i, получаем минус a минус b и, но это все равно, что, естественно, домножить на минус 1. И вот в следующий раз уже получится b минус a и. Вот эта четверка чисел называется ассоциированные числа. Любое гауссовое число имеет три своих таких как бы собрата, да? Собрата. Кроме числа 0. 0 имеет... 0 не имеет, но они все одинаковые. 0, но он и есть 0. Но мы про 0 вообще не любим спрашивать, делится или не делится. Для матшкольников мы понимаем, что 0 делится на 0, а все остальные числа на 0 не делятся. Но если 0 пытаться разделить на 0 с каким-то контролируемым результатом, то это тоже не получится, потому что будут все числа. Ну и поэтому в обычной школе, чтобы мозг не съехал, крыша не поехала у всех, просто говорить, что на 0 делить нельзя. Но мы-то в математике знаем, что нет ничего такого, чего просто нельзя. Есть что-то, что несовместимо с аксиомами, правда? Поэтому деление на 0 вызывает следующую трудность. Любое число просто по определению не делится на 0. А 0 на 0 делится, но результат получается любое вообще число, поэтому как бы разделить однозначно. Ну вот, и мы получаем, что любое ненулевое число имеет целую вот такую вот серию чисел. И первый вопрос, который я хочу вам задать, это в каких случаях эти восемь чисел не все различны? Вообще, как их увидеть? Вот я пока вы думаете, я подскажу, потому что я покажу, как их увидеть. 1 и минус 1 минус и. Само число. А плюс Би, да? Что такое минус Б плюс Аи? Ну вот если немножко вдуматься, ясно, что это 90 градусов. Ну и на самом деле, я просто не хочу в это вдаваться. Ага. А равно Б. А равно Б. Да нет. А, нет. Нет. Какой из них равно нулю? Если 0, одно из них, то 0 все. Ну, в этом случае, конечно, да, они все в одном схлопываются, но есть еще. Ну, в общем, я сейчас хочу сказать, в комплексных числах, на самом деле, домножение на число, это поворот на угол и домножение на длину, но это как бы мне в данный момент жестко прям не нужно, но когда-нибудь, наверное, понадобится сегодня. Ну, в общем, имейте в виду, что домножение на И это, на самом деле, поворот на 90 градусов. Вот это вот надо учесть. Черт. Домножение на И это поворот всей плоскости на 90 градусов. Мы пока даже комплексных не рассматривали, только гауссовые, только вот эти вот в сетках. Вот. Потом еще раз домножаем на И. У нас, значит, вот сюда идет вот это число. Еще раз домножаем на И и у нас восстанавливается весь квадратик. Так. Зеленый. Вот у меня вот эти вот четыре числа называются ассоциированными. Ну, эти тоже четыре числа ассоциированы с единицей, да? Вот. И вот на эти четыре числа делится любое гауссово число. В частности, единица, да? Ну, если А, Б, это 1, 0. Точно. Например, в этом случае. А точный ответ, ну, если полный ответ, то он состоит в том, что этот квадрат должен совпасть с этим. А это значит, что А плюс Б, это либо 1, либо И, либо минус 1, либо минус 1. Все. Вот. И только в этом случае. Во всех... А у нас разве А и Б не вещественные? Нет, они здесь у нас целые. То есть мы сегодня с произвольными комплексными числами работать не будем. Только с целочислями. Если они целые, то как сумма может быть А или минус А? Сумма чего? Ну, А и Б. А плюс Би равна. То есть не самих, а именно вот это выражение. Одинное целое. Оно должно быть равно либо этому, либо этому, либо этому, либо этому. Ну, это соответствует в случае там А равно 1, Диа равно 0. А равно 0, Б равно 1. А равно минус 1, там Б равно 0. А равно 0, Б равно минус 1. И это все. То есть у всех остальных случаях два квадрата уже они совершенно разные. Ну и вот квадрат ассоциированных с любым числом связан квадрат таким ассоциированным. Ну и тогда теперь понятно, что эти все делители даются нам сразу по праву того, что мы гауссовое число, а для простых гауссовых чисел других делителей нет. Вполне естественное определение. Если я вам скажу, что простым целым числом называется число, у которого ровно 4 делителя, вы же согласитесь со мной? Да. 7 минус 1, 1 и минус 7, да? И других нет. То есть здесь тоже действует такое правило. И, кстати, оно хорошо чем? Что сразу же, например, по единице минус 1 не надо даже спрашивать. У единицы минус 1 два делителя, значит, оно непростое. У нуля бесконечно каждый делитель, значит, оно непростое. То есть это такое универсальное определение простоты через количество делителей. И в гауссовых числах это будет 8, вот это ключевое число делителей, чтобы число было просто. Ну и дальше, собственно, формулируется основная теорема алихметики, в которой постоянно нужно помнить про вот этот эффект. Что с точки зрения делимости, как 7 и минус 7 никак не отличаются друг от друга, да? Любое число делящееся на 7 делится на минус 7 и наоборот. Вот. Также у нас здесь любое число делящееся на какой-то вот этот вот, какую-то вершину этого квадрата автоматом делится на все остальные. И наоборот тоже, если какое-то число делится на что-то, то и все остальные тоже на это что-то делятся. То есть делимость, она вот по таким блокам, разбивается по блокам. Добрый день. Делимость разбивается вот по таким квадратам. Самый маленький квадрат, вот этот вот, да, он состоит из обратимых, из тех, которые являются делителями единиц, и, следственно, все вообще гауссовые числа. Ну и основная теорема алихметики здесь должна формулироваться следующим образом. ОТА, что любое гауссово число, омега там, омега и дубль ве, ладно, дубль ве, как-то там, как тут постереть. Молчим, то есть стрелочек. А это все сразу, да, сотребляем? Да, давай, сотребляем. Или нет? Просто отменить. О, отменить давай. О, вот так, да, да. Ну пусть Z. Z, да, любое гауссовое число Z, ну, которое равно там А плюс В3. Имеет разложение, имеет разложение на множители, да, то есть А плюс В3 равно там А1 плюс В1 и на так далее, на АК плюс ВК и. Так, где все эти простые? Ну это как бы, вот чтобы это доказать, нужно уже некоторое время поработать, потому что с целыми числами нам понятно, с целыми числами что происходит. Вы делите, например, там, 18 на 3, поделили, получилось 6. Ну хорошо, значит, 18 на 3 умножить на 6. Но у вас 6 тоже имеет какие-то делители. По какой причине этот процесс не бесконечен? Потому что число все время уменьшается. Уменьшается, молодцы. Потому что модуль все время уменьшается, да? Так вот, в гауссовых числах есть тоже подобное утверждение. Оно стоит в том, что при перемножении двух гауссовых чисел, и вообще, на самом деле, двух комплексных, перемножаются их длины векторов, вот эти вот, которые я нарисовал на плоскости. А что такое длина? Это корень из А квадрата плюс В квадрат, да, для гауссовых числа, по теории Пифагора, правда? Длина. Ну, и на самом деле, вот, вводят понятие нормы, это квадрат этого, если у нас z равно α плюс β, то вообще-то вот с нормами работает, потому что корень, число вещественное, ну и как бы вообще говоря, вещественные числа можно уменьшать сколько угодно, да? Один, одна вторая, одна четверть, одна восьмая, вроде как. Поэтому нам мало того, что это вещественное, нам нужно именно подчеркнуть, что это корень из натурального, а вот в такой формулировке уменьшать и бесконечности это не получится. Поэтому при, значит, делении мы, в конце концов, получим простые. Ну, и вот ключевое, вторая часть, ключевая, состоит в том, что это разложение единственное, а вот в каком точном смысле? Разложение единственное, знаете, такой значочек, да, единственности, воскресательный знак. Вот, так вот оно единственное, то есть, если альфа плюс бета и равно так же какому-то там, ну давайте я придумаю еще какие-нибудь буквы, ну c и d, да, c1 плюс d1 и на так далее, то, кто мне может правильно, точно сформулировать, что тогда? Во-первых, да, то, во-первых, так, во-первых, а равно и, а во-вторых, во-вторых, я очень не хочу записывать, потому что это страшно долго записывать, поэтому проговорите это, проговорите кто-нибудь вслух вторую часть, существенную часть, основная теорема ритмистики. Про голосовое число. Кто готов проговорить вслух, что во-вторых? Давай, а, ну ты, взрослый, нет, кто-нибудь из школьников? Давай. Ну все множественные второго разложения, это множественные терморазложения, представленные и умноженные на плюс-минус один и плюс-минус один. Да, все, как тебя зовут? Костя. Костя абсолютно точно в формировке сказал. Существует взаимно однозначное соответствие между этими и этими, и в каждой паре взаимно однозначное соответствие числа ассоциированы друг к другу. То есть живут в вершинах одного и того же квадрата. Но это ровно то, что ты сказал. То есть существенной разницы нет. Понятно, что мы любое разложение числа можем домножить на эти все и плюс-минус и там единицы, да? Минус единицы и получить новое вроде как разложение, но мы не хотим считать, что оно новое, потому что, ну, потому что они одинаковые, да? По сути. Ну и, соответственно, мы говорим, что вот с точностью до этого момента у нас верна основная теорема альтметики. Значит, я не буду ее доказывать, потому что она здесь уже была на кружке. Ну, а кто не был на этом занятии, я скажу, с каким общим утверждением связана основная теорема альтметики в любом кольце, в котором мы, в принципе, ее нормальным образом умеем доказывать. Ой, я сказал слово кольца. Я произнес... Как это? Запрещенное слово. Кольцом называется система чисел, кавычка, чисел. Ну, в нашем случае гауссовые числа. В которой можно действовать как с целыми. Сложение, вычитание, умножение и правила раскрытия скобок. То бишь, перестановочность, ассоциативность, как это на школе. Сочетательный закон, правильно? И распределительный закон, который мы называем дистриблутивностью. Вообще, как бы часть проблемы перехода в вузовскую математику в том, что приходится уже существующие термины перевыучивать на новом. Например, что такое дробь? Как называют дроби математики? Рациональные числа, да. Рациональные числа. Отношения, само собой, но это и в школе. А вот рациональные числа в школе не всегда произносятся, а зря. Ну и вот в данном случае три закона, они вместо переместительный, сочетательный и распределительный превращаются в коммунитивность, ассоциативность и дистрибутивность. Что очень просто законность, правда? Поэтому мы называем кольцом любую вот такую вот странную систему, где можно складывать, вычитать, умножать, и вот эти правила действия такие. Ну и, соответственно, что я сказал, что-то такое про любое кольцо. Ты хотел сказать, в каком кольце можно основать кольцом? Да, если мы можем продолжать теорию делимости, выходить на простые числа и на однозначности такого разложения, а в большинстве кольц даже разложения такое написать нельзя, потому что можно бесконечно делить и делить. Ну, то есть это как бы кольца разные, бывает. Но вот если мы говорим о кольцах, в которых верны основные свойства целых чисел, то они всегда вытекают из одного и того же факта. Итак, я беру следующую страницу. С крелочкой. С страницей? Нет. Вот. Страницей. Дыщ. Да. Вот. Так вот факт такой. Факт, который верен далеко не во всех кольцах. Значит, для любых двух элементов нашего изучаемого кольца, ну, я вот видите, так нарочно даже другую букву обозначил, да? Вот. Существуют еще какие-то два элемента из этого кольца, такие, что АХ плюс БЮ равно наибольший общий делитель А и Б. Но вообще понятие наибольший общий делитель само по себе тоже не может быть отнесено к произвольному кольцу, потому что а в каком-то смысле таком интересном наибольшее-то имеется в виду? Что значит наибольшее? Ну, можно, в принципе, отбрехаться, сказав, что наибольшее это тот, который делится на все остальные, но тогда нужно доказывать его существование. Понятно, да? То есть на самом деле есть такое понятие евтелиновые кольца, в которых это все делается. Там каждому элементу кольца сопоставляется какое-то натуральное число. И при делении, при умножении эти натуральные числа складываются или умножаются, в зависимости от контекста. Вот. В общем, я это все опускаю под ковер. Важно вот это, что можно определить нот, во-первых, естественным, корректным образом определить нот. И он может быть многозначным. Вот у нас, например, для любых двух чисел нот будет одной из четырех чисел вот в этом квадрате. Но самое важное это то, что нот всегда будет представляться вот в таком виде через элементы кольца, в виде вот такого линейного выражения. И вот из этого будет следовать основная теория в аритмическом. И это я опускаю. У нас это вот в Веринг, в Гауссовых числах. Вот. В, Веринг. И перехожу, собственно, к самому интересному, правда? К самому интересному. То есть сейчас мы подбираемся к тому, что мы хотим получить. Но пока, пока, пока еще. Еще некоторые моменты. Например, сколько делить ее числа 2? Конечно, в Гауссовых. Наверное, как минимум 8, да? Восемь. 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 Ну, там, больше. Как минимум 8. А можно еще больше, потому что 2 представляет как сумма квадрата. Один плюс один. 12. 12 ответов. Вот не поверите, но у двойки 12 делителей. Сейчас я все их изображу. Представляете, у двойки обычный, простой нашей родной двойки. У которой всего-то целых числа. А вот я отмечаю все делители числа 2. Вот эта сама двойка, это ее орбита. Ну, это понятно. Орбита единицы тоже понятна. Но вот что непонятно, это то, что вот эта орбита тоже делитель числа 2. Вот. То есть плюс-минус 1, плюс-минус i, плюс-минус 2, плюс-минус 2i, а также плюс-минус 1, плюс-минус i. Здесь можно поставить любые знаки, будет еще 4 варианта. 1 минус i умножить на 1 плюс i равно 2. Вот так вот, вот такой вот казус. Это и ставим в виде суммы квадратов. Да. Да, совершенно верно. Мы уже это тихонько введем в ту сторону. Дальше. В данном случае для двойки есть еще один прикол. И только для, вот только для нее, ну точнее для ее вот это число, оно простое, а в гауссовых числах уже 1 плюс i. Ну, грубо говоря, ему как бы некуда быть сложным, потому что составным, потому что по длине меньше него только единичный. Вот. И поэтому ему просто не на что физически единицы, да. В любом таком вот кольце, да, еклидовом, тот, у которого самая маленькая норма, длина, да, он всегда будет простым. В целых числах это двойка, а в гауссовых это 1 плюс i. Вот это число 1 плюс i. Оно будет простым просто потому, что некуда деться. Но вообще нам нужно как-то уметь определять, какие числа простые и какие непростые в гауссовых. То есть нужно разобраться с этим вопросом. Но вот что здесь интересно, что если мы возьмем 1 минус i, то казус состоит в том, что они отличаются друг от друга умножением на i. это поворот на 90 сюда, поэтому 1 минус i, ну или, допустим, это 1 минус i, а 1 плюс i это 1 минус i умножить на i. И это равно 2. То есть 2 с точностью до обратимого элемента i равно квадрату некоторого простого числа. 2 это полный квадрат. Представляете? Полный квадрат. Ну, только не совсем полный, потому что нужно домножить на обратимое. Теперь я сделаю небольшое, значит, замечание. Замечание такое. Примерно половина времени решения уравнений с помощью гауссовых чисел, чисел Эйзенштейна или других числовых систем удобного вида, примерно половину времени люди занимаются кропотливой работой по вылавливанию обратимых из разных равенств. То есть появляются, значит, какие-то следствия основной теоремы аритметики, и в этих следствиях всегда все формулируется с точностью до обратимых. И начинается вот эта вот адская работа с обратимыми. А у нас-то их легко перебрать. 1i минус 1 минус i. Ну, например, в системе чисел, которая помогает решить уравнение фирма x5 плюс y5 равно z5, в системе соответствующих чисел, которая все еще верна основная теорема аритметики, есть там естественное понятие нормы и так далее, обратимых бесконечно много. Бесконечное количество, да? То есть такая ситуация, в которой надо уже не перебирать их все подряд, а нужно придумывать какие-то фокусы, как на основании, значит, работы с обратимыми. В общем, доказательство основной теоремы аритметики при n равно 5, ой, доказательство великой теоремы фирма при n равно 5, это дело на несколько лекций. Там, типа, не знаю, может, 4-5 лекций для хороших студентов. С ужасной такой кропотливой работой и с выяснением, какие там обратимые и так далее. Так что здесь полный квадрат, да не совсем. Минус 16 это полный квадрат или нет? Целых числах минус 16 это, ну, почти, да? Это полный квадрат, умноженный на обратимые минус единицы. В гауссовых числах минус 16 это полный квадрат. 4 в квадрате. Но двойка не полный квадрат. Двойка это в гауссовых числах, это i умножить на полный квадрат. Так, следующий пример. Сколько делителей у пяти? Ой, блин. Так, извините. Это должно было произойти. По теории больших чисел. По закону больших чисел. В каждый случайный момент я случайно могу снять клубачок и написать что-то на стеклянной доске. Теперь закон больших чисел. Теперь надо все это стереть. Назад, да? Нет, 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 пока вперед. Нет, не работает, все очень. Ой, спасибо огромное. Спасибо. Вот. Ну что, сколько делителей у пяти? Не меньше двенадцать. Потому что... Один плюс два, а сумма квадрата. Да. По-моему, шестнадцать. Сейчас пересчитаем. Значит, пять это два квадрат плюс один квадрат. Никто не поспорит. Значит, два плюсы. Множь назвать минусы. Еще шестнадцать и минус девять. Что? Минус девять же тоже квадрат будет в этих числах. Тогда еще у нас... Будет. Будет... Будет... Будет шестнадцать и минус девять. Это двадцать пять. Или что там? А, нет, 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 нет. А, шестнадцать минус девять будет семь. Девять минус четыре. Но дело в том, что здесь... Дело не в том. Дело в том, что из и ты не излечешь уже комплексы. То есть здесь нельзя так представлять. Такого вида. Потому что там из и надо будет возникать корень. А мы только из минус единиц пока научились. Если мы хотим из и, нам нужно еще прибавить какие-то такие числа, рассмотреть совсем что-то новое. Ну, в общем, их шестнадцать, и вот почему. Почему тут было двенадцать, а здесь будет шестнадцать? Ну, потому что еще аналогично один плюс два а. А почему здесь не было этого эффекта? Потому что тут один плюс ай и один плюс ай это одно и то же. Да, именно так. Потому что орбита... Вот у нас был один плюс ай на один минус ай. Но орбита у них была одинаковая. Они ассоциированы. Один плюс ай и один минус ай. Но это единственный такой случай. Ассоциированными не могут быть, значит, два числа вида а плюс би и а минус би. Кроме случая, когда а равно ба. Ну, и если б равно нулю, конечно, тогда они просто сливаются на вещественную ось. Но в содержательном плане, да, не может, потому что... Ну, просто угол там другой уже, они двенадцать градусов, очевидно. То есть двенадцать градусов, тот при равенстве. Вот здесь вот у них... Вот делители числа пять, да? Вот там вот орбита. Эти четыре, потом эти четыре. И эти четыре. Так. И вот эти четыре, да? Вот вся эта катушка... Вся эта катушка — это делители пятерки. Шестнадцать штук делителей у пятерки. Получается. Рауссового числа. И пять перестает быть простым. Действительно, у обоих чисел норма не равна норме числа пять и не равна единице, да? Простое число — это когда по-другому. Нельзя разложить произведение двух гауссовых чисел так, чтобы норма их обоих была строго меньше, чем норма самого числа, ну и, соответственно, больше, чем единица. Вот. Ну вот пятерку можно рассмотреть вот так. Так, сколько делителей у семи? Двадцать. Кто даст правильный ответ, кроме Юры Егорова? Двадцать. Да ладно? Ну так я дам, но... Дашь, конечно. Двадцать. Андрей дал. Около... Андрей у камеры сидит, он дал правильный ответ. Я могу продумать. Давай! Восемь. Правильно! А ты школьник, да? Да. Молодец. А? Ну, надо доказать. Правда, это? Это простое. Да! Да, да, да. Семь – простое число. Вот оно... Ну, вы же привитые вроде, да? Вы успели привитые. Двойка перестала быть простым, пятерка перестала быть простым. Наверное, думаете вы, они все перестали. Ааа, нет! У тройки будет восемь делителей, у семерки будет восемь делителей. Они не перестали быть простыми. Давайте попробуем вообще как бы представить себе, да, что какое-то простое наше... Давайте сейчас аккуратно проведем некоторые суждения. Тонко и красиво. Сейчас мы выясним, какие простые перестали ку-постыни. Значит, ку было простым в Z. Простое в целых числах. То есть не представляется в виде произведения двух целых чисел с нормой меньше, чем норма у ку и больше единицы. Но если это положительная ку, то, соответственно, просто двух чисел меньше ку и больше единицы. Мы начинаем выяснять, нельзя ли мы представить, тем не менее, в Гауссах, да, как произведение. Давайте попробуем. Значит, это будет равно, когда, допустим, альфа плюс бета и на гамма плюс дельта и. Допустим, это так. Тогда смотрите, какой интересный эффект. Это альфа-гамма минус бета-дельта, правильно? Ну, вы сами уже научились умножать. Плюс, скобка открывается, бета-гамма плюс альфа-дельта на i. Согласны? И правая часть равна нулю. О, молодец. Ты в каком классе? В седьмом. В седьмом? Серьезно. Как тебя зовут? Андрей. Андрей. Как держать? Вот, значит, правая часть равна нулю. Но если правая часть равна нулю, я же могу ее со знаком минус записать, правда? Кто мне помешает? Запиши ее со знаком минус. Ну, ноль он и в Африке ноль, да? Что минус ноль, что плюс ноль. Но теперь я могу записать это, если, ну, довольно легко проверить, да? Что я могу, если я здесь минусы поставлю и перемножу, то как раз вот это и получится. Согласны? Итак, если обычное простое, целое, то есть q плюс ноль умножить на i, перестает быть простым в гауссовых, то из-за того, что что минус ноль, что плюс ноль одно и то же, вот эта часть должна быть равна нулю в результате, да? Мы меняем знак и получаем, что то же самое q еще и вот так представляется в виде произведения. Второй, да? Раз. Вроде как это противоречит основной теремиоритметике, но на самом деле нет. Сейчас увидим, что они противоречены. Пока кажется, что противоречит. Вот одно разложение на простые ножки, а вот другое. Конечно, не обязательно простые. Ну да, в принципе, еще не обязательно простые они. Еще пока они не обязательно простые. Но я сейчас по-другому сделаю, чтобы не разбираться с тем, простые они или нет. С этим все равно нам придется потом разбираться. Вот, а пока я сделаю по-другому. Значит, я сделал вот так, вот я произвел. Но если вы раскроете скобки, вы то же самое получите. Это называется, эта математика звучит так. zv сопряженная равно z сопряженная на v сопряженная. Для двух комплексных чисел zv. Что такое сопряжение? Сопряжение – это замена плюс на минус при i, при той части, которая стоит с i. Ну, то есть отражение относительно вещественной оси в той геометрической картинке, которую мы используем. То есть два гауссового числа называются сопряженными. Если они друг от друга отражаются, то я случайно тут рукой что-то начертил. И формула, которую вы вручную легко проверяете, да, что если вы… Ну, собственно, мы ее уже проверили. Фактически мы ее просто проверили. Можешь ее проверить только для случая, когда коэффициент при i равенную? Ну да, да, да. Ну, собственно говоря, просто физически раскрыв скобки, можно ее проверить. То есть раскрываешь скобки и получаешь, что эта часть никак не меняется, потому что здесь минус на минус дает плюс, а еще сопровождается минусом за счет и квадрата. То есть минус на минус и еще раз на минус. Это папа меня учил в вятом классе или восьмом. Минус на минус и еще раз на минус. Правило гауссового числа, да? Когда перемножаешь вот такие. Трижды минус дает минус. Ну, а эти… Тут ничего не меняется. Вот здесь… То есть как… Ничего не меняется, а в точстве на предположенный знак, что заменяется. То есть то, что при i меняется на предположенный знак. Поэтому действительно zW сопряженной равно z сопряженной умножить w сопряженной. Вот это правило можно запомнить. Ну, а что я теперь делаю? Теперь внимание. Хитрый трюк. Я могу перемножить q на q. Получится q квадрат. А могу перемножить эти четыре. Мне нужно проверять на самом деле следующие вещи. Перестановочность умножения, но она довольно очевидна из формулы этой. А вот что не очевидно, это ассоциативный сочетательный закон. Ну, что же не очевидно. Нужно написать выражение в буквах, честно перемножить так и сяк, сравнить и убедиться, что получится равенство. Вот здесь я боюсь, что никак с сочетательным законом… Ну, может, можно как-то обойти через геометрическую интерпретацию умножения, да. Почему-то… Ну да, как преобразование… Просто каждый раз заменяешь i квадрат на минус один, как бы… А можно, наверное, сослаться на то, что обнажение на любое вообще комплектное число, и это поворотная гомотетия. А преобразование, в частности, поворотная гомотетия, ассоциативное по природе своей всегда. То есть можно, наверное, обойти всю эту работу. Но проще руками взять и проделать. Раз и не всегда. Взял и проверил. Вот, и тогда получается, что мы здесь можем перегруппировать их. Вот это умножить на это, а это умножить на это. И что мы получим? Альфа квадрата… Альфа квадрата… Сумма квадрата… Альфа квадрата… Альфа квадрата… Альфа квадрата… Совершенно верно. А теперь внимание. И это, и это целые числа, положительные. А Q… Простое. Альфа квадрата… Альфа квадрата… Альфа квадрата… Просто единственное и всё. Ну, если сгруппировать их как бы… Как два вкаты… Три вельта и пять… Верта и так далее… То просто единственное… Без всяких… И кивоков… Без всяких уточнений. Ну и вот так как… Умножить на Q является разложением числа Q квадрата… То здесь тоже стоит разложение числа Q квадрата. Но здесь невозможно, что один из них – единица, другой – Q квадрат. Почему? Каждый из них имеет норму больше единицы. Мы договорились, что Q непростое. Если Q непростой, то каждый из них отличен от набора 1 и минус 1 минус 1. Иначе мы не говорим, что он непростой. Раз непростой, значит, имеет такое разложение, в котором и тот, и другой имеют норму больше единицы. То есть как раз сумма квадратов. А значит, здесь обе суммы квадратов имеют размер больше единицы. А из этого следует, что это было бы другим разложением, если бы не было вот такого равенства. Значит, Q является суммой двух квадратов. Итак. Итак. Итак, внимание. Если Q… Так, новый лист. Итак, вывод. Если Q простое в натуральных числах. Если Q не простое в z от i, то Q равно x квадрат плюс y квадрат. Это то, что мы сейчас доказали. Обратное верно очевидно. Верно очевидно. Верно очевидно. Ибо, если Q равно x квадрат плюс y квадрат, то Q сразу равно x плюс y плюс x минус y. Понятно, да? То есть, любая сумма двух квадратов автоматом не будет простой, потому что это разложение прямо вот… Мы для этого и вводили гауссовые числа, да, чтобы раскладывать сумму квадратов. Значит, если простое было уже суммой квадратов, то у него никаких шансов на простоту гауссовых нет. Но мы доказали только что на предыдущем листе обратное утверждение, что если какое-то число перестало быть простым, то у нас сумма двух квадратов. Из этого следует… Из этого следует… Из этого следует… 103, 7, 11, 19, 23, 31 и так далее… Простые… Почему? Все знают, да, что число вида 4k плюс 3 в виде суммы двух квадратов не предстоит. Ну, если так, на всякий случай, если не все знают… Заходите, проходите сюда поближе, как бы. Вот. Если не все знают, то нужно рассмотреть остатки отделения на 4, да. То есть четное число имеет остаток… Четное число, возвеленное в квадрате, делится на 14. Можно еще раз утверждение, что там про 4 квадратные… Да, про… То есть, если… 4k плюс 1 не квадрат? Нет, если p равно 4k плюс 3, то если простое p имеет 2k плюс 3, то p – простое в голосовом числе. Вот, что я хотел, собственно, сказать в данном моменте. Так, если… Вот. Ну, что ж… И мы это… Ну, это следует, действительно, из того, что квадрат любого числа… Квадрат четного делится на 4 на целом, то есть дает остаток 0 в пределении на 4. Квадрат нечетного числа, очевидным образом, дает остаток 1 в пределении на 4, достаточно воспользоваться… 2k плюс 1, он сделает квадрат, там будет 4k квадрат на 4k плюс 1. Все делится на 4, кроме единицы. На самом деле, даже на 8 дает остаток 1, да? Нечетное число в квадрате дает остаток 1 в пределении на 8. Тем более, на 4. А значит, сумма двух квадратов лежит по модулю 4 в диапазоне от 0 до 2. 0, 1 или 2. Потому что квадрат 3 от 0 до 1, и сумма двух квадратов от 0 до 2. Тройка не попадает, она вот не покрывается, да, сумма квадратов? Сумма квадратов не может подавать остаток 3 в пределении на 4. А следовательно, ни одно такое число не теряет своей простоты в гауссовых. Все, мы как бы… некий круг чисел мы определили. Так, вот, собственно говоря, теорема рождественская форма утверждает обратное, что для любого П вида 4К плюс 1 простого в Н существуют Х и У такие, что П равно… нет, ну, как бы она утверждает это, но фактически… фактически мы поняли, что это утверждение эквивалентно тому, что оно теряет простоту. Вот, так, то есть П не простое в Z от 3, но вот это уже гаусс. Смотрите, Ферма сформулировал вот так. Ферма сказал, любое простое вида 4К плюс 1 является суммой двух квадратов. И на одном из этих кружках, как я видел программу, у вас было это с помощью крылатых медиц, да? Вот, а я вам по-другому докажу через гауссовые числа. Ну, тут, на самом деле, где-то 10% людей ходят на кружок, а остальные 90% ходят на Заватеево. Ясно. Вот, ну, хорошо, я докажу все равно, просто через гауссовые числа, по-первых. Итак, просто пришел гаусс и сказал, что сейчас я вам такое вообще доказательство, что вы пальчики обвижите, да? Вот до этого что-то там Ферма, там что-то это самое, вот этот гаусс, сам гаусс. Я вам покажу, как это на самом деле и с чем это связано. И действительно, это на самом деле, конечно, связано с гауссами, чисто? Вот, то есть, смотрите, мы уже поняли, что 3, 7, 11 и так далее, они простыми уже не могут перестать делать. Ну, что касается 5, там 13, 17, ну, надо проверять. Ну, что, мы будем про каждое, что ли, проверять? 2017 берем и проверяем, да? Охренеем проверять, хотя я проверил. 44 квадрата плюс 9 квадрат. Вот, ну, это просто я как проверял? Я взял на удачу первое квадратное число ниже, чем 2017, первый точный квадрат. И прям попал. Ну, я взял и попал. Вот. Но, понятно, что мы как бы хотели бы какой-то общий критерий. Вот он дает вот эту вот теорему Ферма. Она говорит, что для любого простого вида 4К плюс 1 найдется его представление и сумма двух квадратов. На самом деле, в жизни каждого человека есть какие-то моменты, когда он понимает верность выбранного пути. Когда я стал изучать математику, я долгое время не знал, правильно ли я это сделал, или надо было продолжать аккордеон и вообще идти в музыкальную. Музыкальная лестница, что крайне рекомендовала моя тетя из консерватории питерской. Вот. Говорят, что во мне зарывают талант эти математики родители. Вот. Но вот когда я понял вот это, вот когда я увидел, несколько было моментов. Вот один из моментов был, когда я вот это понял, что мы можем сразу утверждать точно, что вот мы взяли какое-то число вот такого размера, да? Вот такое, там 80 цифр в нем. Вычислили остаток отделения на 4, ну и каким-то образом нам свалилось, что оно простое, чтобы, впрочем, не так просто проверить, да? Ну, допустим, как-то свалилось. И мы точно знаем, точно знаем, что есть два числа, сумма квадратов которых оно является. Я это осознавал, я помню, что я с этим ходил несколько дней, я не мог это просто представить. Как можно в этом быть уверенным, да? Как можно в этом быть уверенным? Ну, вот так устроена математика, да? То есть вот ты вот что-то доказываешь, это раз и навсегда. Ну, и в этот момент я прям чувствую, да, вот этим надо заниматься. Это да, это то. Ну, вот. Ну, собственно, что мы будем делать? Мы будем доказывать, что оно не может быть простым. Понятно, да? То есть мы приведем к противоречию, мы предположим, что оно осталось простым в Гауссовых и приведем это к противоречию. Из чего будет следовать, что простым в Гауссовых оно не может быть, а будучи составным является сумма двух квадратов. Крайне не алгоритмизируемое доказательство, да? То есть это крайне не, как сказать, неправильно говорю, не конструктивное доказательство. Крайняя неконструктивность. мы ничего не можем сказать как это искать мы просто показываю что это противоречит основной теореме элитмическим блин ну и как этим да я не понял почему если оно не простое то она взять сумма двух квадрат это два слайда назад сейчас вот такой нет сейчас или вперед вот 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 если оно не простое такое то оно такое и оно все да точно действительно то есть вот так вперед то есть если мы докажем что такое число не не может остаться простым то мы все доказали докажем докажем так для этого нужен новый слайд и и терема витина ой так ну и и ручку потом снизу доска взбесилась в технике техническая сингулярность технологическая достал сейчас она меня съест у меня есть прогон такой я просто пылесос умный пылесос он будет выкидывать хозяев из дома потому что они мешают ему в окно выкидывать они мешают собираться так ну вот и так мне нужна теорема вильсона а что она утверждает помните кто знает теорему вильсона давайте я напомню если п простое то п минус 1 факториал плюс 1 делится на п поднимите руку кто знает такую теорему ну так типа половина присутствующих ну давайте сделаем так если у меня останется время я ее докажу это не очень логично но если оно не останется давайте как бы считать что мы это знаем для любого простого числа есть такая теорема а что тогда для числа вида вот если п это 4к плюс 1 то что мы из этого получим смотрите что получим п минус 1 факториал тогда это 4к факториал правильно согласны вот 4к факториал это 1 умножить на 2 так далее на на 2к на 2к плюс 1 я специально этот момент подчеркнул и на 4к но по модулю п смотрите вот теперь я я я я действую по модулю п то есть я игнорирую разницу между двумя числами если они дают один и тот же остаток при делении на данное простое число обычная жизнь в арифметике в этих модулярных очках модулярные очки макс коваля модулярные очки по модулю п одеваешь и не различаешь числа которые отличаются на кратное п так вот тогда смотрите что у меня происходит у меня здесь идут до 2к так а дальше это что кто догадается минус 2к вот это и это число одинаковое потому что разница между ними как раз равно п поэтому с точки зрения делимости на п это одно и то же а следующее число да минус ну минус 2к минус 1 я бы так написал да чтобы было понятнее что минус а это вот 4к это что минус 1 вот так вот это все соответственно по модулю п равно на самом деле тут даже просто равенство но не важно вот сколько здесь минусов чётное количество правильно 2к чётное количество значит на самом деле речь идет о том что тут 1 на 2 на так далее на 2к и еще раз если переставить на 1 на 2 на так далее на 2к согласны? пусть здоровы да? а это? 2к факториал 2к факториал квадратин квадратин итак внимание и это сравнимо с квадратином совершенно верно значит если что мы доказали фактически если п имеет 2к 4к плюс 1 простое в натуральных то существует c я не хочу сейчас просто его вот ну существует c на самом деле равное 2к факториал такое что c квадрат плюс 1 делится на p то есть равно p умножить на e согласны? согласны 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 да? согласны но дело в том что c квадрат плюс 1 это c плюс i умножить на c минус i вот такая вот петрушка понимаете? и она равно p умножить на e и p простое ну основная теорема арифметики означает что если p простое то оно сюда или сюда входит в разложение просто с точностью до обратимых но это не важно то есть на него делится либо это либо это с точностью до обратимых делимость не считывается то есть отсюда либо c плюс i делится на p а либо c минус i делится на p согласны? в гауссовом типе поднимите руку кто уже видит что это абсурд у нас тогда 1 делится на p да делимость гауссова на целое вот у меня гауссова и вот у меня целое это означает что существует гауссова c плюс di такое что а плюс b и равно m умножить на c плюс di то есть равно mc плюс mdi а значит а равно mc а b равно mdi то есть а делится на него и b делится на него тут очень интересно что эй эй куда делся эй ты куда делся а вот слева не хочет да а вот слепая зона какая то есть смотрите смотрите целое обычное на произвольное гауссова делится ну там что-то надо писать да вот там бывает 9 бывает не делится сразу не скажет но гауссова на обычное целое это тривиальщина это вещественная часть делится и мнимая часть то есть делится то что при а и то что при а и все ну понятно что единица не делится на p а значит они пришли в противовечие то есть выход да выход из противоречия оказывается таким так как очевидно ни то ни другое не делится на p то это бы противоречило основной теореме элифметики в гауссовых числах если бы п было простым то все значит оно не простое а значит ведущий лист оно само квадрат так есть согласны дальше давайте к этому вернемся чуть позже я хочу вот эти два ладно так все с рождественской теореме фирма покончено разобрались следующие два сюжета связаны с вопросом о том когда да ё-моё дубль два пошел дубль два так леру можете помочь так стереть взяла отлично итак когда а плюс б и делится на 1 плюс и ответ в устной форме кто-нибудь скажет ответ никогда нет иногда делится иногда не делится когда точный правильный ответ если я нарисую я сразу дам подсказку и всем станет ясно не только это верно что отлично они одинаковые четкости совершенно верно AB одной четкости именно так значит это можно доказать в качестве упражнения но в принципе это видно из что такое таблица вообще таблица делимости как сейчас последнее надо как-то значит хочу нарисовать таблицу делимости вот как мне указать все числа которые делятся на данное гауссово число вот смотрите конструируем руками но прежде всего это оно минус оно дважды оно да минус дважды оно дальше по этой прямой соответственно бесконечно дальше мы на и умножаем да делим вот это число и это число дважды это дважды это ну и я думаю что вы уже поняли да что это квадратная такая вот квадратная математика квадратная арифметика делимости то есть при домножении на гауссово число просто рисуется новая сетка которая в норму этого числа раз более разреженная чем исходная сетка чем исходная красная которая у меня была вот вот кратка она шла шла коснулся этого числа нашего ну в общем вот так то есть делящиеся все кратные данного гауссово числа строится вот такой процедуре соответственно если взять один плюсы если взять один плюсы то получается вот такая двойной так сказать разреженности сетка которая включает в себя те и только те у которых сумма координат или разность координат четная это не важно по модулю 2 сумма и разность совпадают это такой исключительный модуль рассмотрения где не важно сумма то есть ты бы мог так же сказать что сумма это не имеет значения вот то есть те у кого одной четности это оба хорошо поехали теперь теперь пожалуй пора у квадрат равно х кубе минус 1 или иными словами и тут уже содержится большая подсказка у квадрат плюс 1 равно х кубе четность числа у пожалуйста да в силу этого уравнения одна из двух возможностей для у исключается почти сразу то есть если квадрат отличается от куба на единицу вниз то квадрат является квадратом четного или нечетного числа можно сразу это понять нечетного четного почему если бы цель 0 нет у меня же про все нужно знать если у нечетное у квадрата это 1 по 0 4 у квадрата это 1 по 0 4 а куб не может да он либо 0 либо 8 ну то есть ну понятно короче если у нечетное то левая часть четная поэтому правая тоже четная тогда х четная но если х четная то его куб делится на 8 а левая часть при этом является нечетным в квадрате плюс 1 то есть дает остаток 2 определение на 4 ну то есть 2 или 6 определение на 8 на самом деле только 2 неважно вот то есть у нас есть явное противоречие поэтому отсюда следует что y чет отлично дальше поехали ну дальше вы догадываетесь да у теперь я хочу выяснить какой наибольший общий делитель этих двух чисел делятся ли они на 1 плюс и? нет у четная коэффициент при и нечетный да при и коэффициент 1 да а у четная значит не делится у плюс минус и не делится на 1 плюс 1 но при этом если ну тогда это будет 2 и с умножением на все что сейчас сейчас секунду уточни если d делит оба эти числа то d делит что? 2 правильно но делимость 2a это то же самое что двойки самой да? а если еще d простой который делит их оба ну мы так же как в обычных числах мы можем искать простые делители если какой-то делитель есть нетривиальный то есть и простой значит если бы у них был какой-то общий делитель я собственно доказываю что нода равен 1 если бы у них был какой-то общий делитель то рассмотрим тогда какой-нибудь простой общий делитель да? тогда простой делит эти два значит простой делит простой делит два но тогда какое число делит два среди простых? 2 нет 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 Двойка не простая у нас, двойка их квадрат, напоминаю. Почти квадрата. Но двойку у нас почти как раз, за исключением 1 плюса и обратного. А на это у нас не делится. Да. Правильно! Нет, просто двойка делится ровно на одно простое число. На 1 плюс Hi. В двойном экземпляре. Она является квадратом, числа 1 плюс Hi, на обнаженном на обратимое. А значит, то, что простой число делит двойку, просто означает, что Н равно 1 плюс Hi. А это противоречит тому, что они на него делятся. Вот так. Всё. Ну как всё? Почти всё. Сейчас добьём, да. Почти так. Сейчас я сформулирую самую лему на эту тему. Значит, смотрите. Мы получили, что y плюс i нод y плюс i y минус i равен 1. Так, поднимите руку, кто согласен со мной, что это нод. Так, ещё не все. Давайте ещё раз, да, аккуратненько проведём это рассуждение. Значит, итак. Пусть нод не равен единице, тогда у них есть хотя бы один нетривиальный общий делитель. Но, естественно, 1 и минус 1 минус i всегда есть. То есть я имею в виду по-настоящему нетривиальность нормы больше единицы. Тогда есть какой-то простой общий делитель, потому что любое число представляет себе произведение простых. И, значит, если есть общий делитель, есть и простой. Обозначим его за d. Предположим, что есть d, простой делитель этих двух. Тогда, если я вычту из этого это, то d будет делителем того, что у меня получится. То есть 2i. То есть d делит 2. То есть d равен 1 плюс i или ассоциированный с ним. Но y плюс минус i не делится на 1 плюс i, как мы доказали, в силу чёртости y. Значит, и это единственная возможность тоже уходит. А значит, у них нет общих делителей, и значит нод равен единице. А вот теперь ключевое. Так, все теперь согласны, да? Да. А теперь ключевое отображение вот этой вот начальной... Ой, ключевое утверждение, да? Ключевое утверждение. Ну, вообще вот всех, во всех вот этих, во всех кольцах с однозначным разложением на множители. Ну, давайте. В z, z от i и так далее, где от a работает. Ключевое... 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 Будет следующим. Ключевое утверждение будет следующим. Если произведение... Ну, давайте у нас... Раз мы здесь, то... То здесь и стремулируем. И так далее, и так далее, там на какой-нибудь ещё... x плюс y равно n-ной степени числа и все эти взаимно простые, попарно, то каждое из них Почти... Почти... n-ной степени. Ну, грубо говоря, там... Что у меня не задействовано? c плюс d. c плюс d в n-ной. Ну, точно, если сказать... Точно сказать... Альфа плюс b и и равно... Плюс минус 1 плюс минус и умножить на c плюс d и в n. То есть, возможно, отличается от умножения на обратимый. Почти n-ная степень. Так. Мне кажется, что доказывать этого не надо, потому что это почти напрямую следует основной теориям аритметики. Что мы делаем? Мы раскладываем на множители a плюс b и и оказывается, что справа все простые входят в степенях кратных n. Ну, и ещё обратимое, да? Значит, слева, да, слева тоже. А получается, что все простые входят в степенях кратных n, потому что раз они взаимно простые, то ни одно простое не может жить сразу в нескольких скобках. Сразу даже двух. Сразу взаимная простота гасится. Поэтому целиком все группы целиком сидят как бы... Каждая группа простой в какой-то степени, да? Простое число там в степени, например, 2n здесь есть. Оно целиком в одной из групп. Ну, теперь обратимые мы все выводим за скобку. И внутри происходит то, что любое простое входит в степени кратный n. А из этого всего лишь следует, что само число является равной степенью. Ну, то есть это просто факт, который привязан напрямую к основной теореме Экметики. Я бы сказал так, это вообще основное следствие основной теоремы Экметики. Для чего вообще её и придумывали, да? Для этого следствия. Потому что после этого решаются вот все уравнения. Ну, и тогда мы можем отсюда следовать, что y плюс i умножить на y минус i. Это куб, правильно? А значит, каждый из них тоже почти куб. Равно, значит, а плюс b и кубе. Ну, возможно, умножить на обратимое. На плюс минус 1 плюс минус i. А теперь внимание! Хитрый трюк. 1 равно 1 куб. И равно минус i куб. Минус i равно i куб. А минус 1 равно минус 1 куб. Что из этого следует? Что это прямо полный куб. Правильно! Что это прямо полный куб. Потому что любой обратимый куб. В гауссовых числах любой обратимый куб. Это очень-очень-очень полезная информация. Это значит, что вот эта вот ужасная кропотливая работа, которую всегда надо проводить, в данном случае не должна проводиться из-за того, что это кубы, а не квадраты. Если бы квадраты были, уже не так. Потому что i это не квадрат. Ну и что дальше? Как вы думаете, что дальше? А кто-нибудь знает формулу для куба-сумы? Нет. Диктуйте! Все правильно, да? Все верно? Да. Все верно. Отсюда i равно i умножить на 3c квадрат d минус d кубе. Отсюда следует, что 3c квадрат минус d квадрат умножить на d равно не i, а 1. В обычных целых числах. Значит, d равно плюс-минус 1. Да. Значит, d равно плюс-минус 1. Ну и последний шаг состоит в том, что на самом деле 3c квадрат минус d квадрат, тогда же тоже равно плюс-минус 1. Правильно? С одной стороны равно плюс-минус 1, а с другой стороны равно равно 3c квадрат минус 1. Правильно? Сколько решений в целых числах уравнения 3c квадрат минус 1 равно плюс-минус 1 в двух таких уравнений? Сколько решений в целых числах? Одного. Какое? c равно 0. Правильно. Как только c больше нуля, вы уже никуда в единице не попадете. Уже 3 минус 1 уже 2. А дальше только больше. Значит, отсюда сразу следует, что c равно 0, а до этого мы имеем, что d равно плюс-минус 1. Ну и чему же оно равно? У нас следует, на самом деле, что y плюс i равно, но d у нас равен, конечно, минус 1. d равен минус 1, правильно? Сейчас у нас минус i равно y плюс i. y плюс i равно, сейчас надо только аккуратно, минус i или просто i. Мне казалось, что должно быть просто i. Сейчас. Значит, итак, вот это, верно, и c равно 0, значит, минус 1. Значит, d равно минус 1, да? У нас получается ответ. d равно минус 1. И значит, y плюс i равно 0, минус, минус i, короче, в кубе. Минус i в кубе. Правильно? Это i. Это i. А значит, y равно 0. И у нас получилось единственное решение 0. 0,1. Все. В натуральных числах куб соседствует с квадратом вверх только в одном случае. 0,1. Натуральных числах не соответствует никогда. Попробуйте решить это без голосовых чисел. Вот попробуйте. Как-то я помню, что я дал эту задачу очень говно на школе Рыгородского. Пришел мальчик и сказал, я решил без голосовых чисел. Я говорю, что? Оооо! Он говорит, я решил в числах Эйзенштейн. Я развожу х кубе минус 1. Ну, короче, еще сложнее. Нет, в целых числа. Взять и в целых решить эту задачу. Я не знаю ни одного решения. Задача человеческая. Но я не знаю ни одного решения в целых числа. Кто знает, расскажите. Так. Следующее. Х квадрат плюс Y квадрат равно Z квадрат. Знаменитая задача поиска всех треугольных треугольников. Треугольники с целыми сторонами. Ну и первым делом мы, естественно, сокращаем на общий делитель. То есть ясно, что если мы рассмотрим какой-нибудь... Если мы найдем все со взаимно простыми X, Y и Z, то все остальные получаются просто умножением на какие-то кратные. Удвоением, утроением и так далее. То есть достаточно найти все, где они взаимно просты. Но из взаимной простоты следует опарная взаимная простота. В силу самого этого уравнения. Если бы какой-то простой делитель был этим, то он бы наследовался X. Поэтому мы фактически ищем тройки опарнутые на простых. А черность какая у них? Скажите, пожалуйста, тогда... У Z, например. У Z нечетный. Вы уже это, наверное, знаете из обладирания исследований. Что в Тифагоровой тройке несократимый Z всегда нечетный. Потому что иначе, во-первых, двух четных быть не может. Иначе взаимной простоты нет. А трех нечетных тоже быть не может. Потому что нечетное плюс нечетное — это четное. Поэтому среди этих трех ровно одно будет четным и два нечетным. Но предположение, что четным будет Z опять упирается в остатки по модулю 4. Опять, да? Чертным Z умножить, потому что квадрат четного числа делится на 4. А два нечетных в квадрате — это 1 плюс 1, это 2. Поэтому либо так, либо наоборот. Вот так или вот так. Согласны? Но в обоих случаях мы можем написать, что X плюс Y умножить на X минус Y равно Z квадрат. Согласны? Далее. Наибольший общий делитель X плюс Y и X минус Y. При взаимно простых X и Y. Но если бы у них был какой-то общий простой делитель, то была бы и разность. И сумма, если D делит нот и D простое, то тогда D делит X плюс Y, D делит X минус Y. Когда D делит 2X, D делит 2Y. Ну, на И, но это не у нас 2Y. А если Y взаимно просто, значит что? D делит 2. Взаимная простота, кстати, в гауссовых числах и в целых, для двух целых числах это одно и то же. Это отдельное упражнение. Я просто его проговорил. Вот. То есть у нас получается, что D делит 2. То есть D равно 1 плюс Y опять. Опять 1 плюс Y. У нас простые гауссовые числа. Простое гауссовое число делящее двойка. Это 1 плюс Y. Или X. Ну, ассоциированность. Так. Почему это невозможно? XY красной черности. XY красной черности. Противоречия. Значит, они взаимно просты. Нод равен единице. Что от этого следует? Каждый из них квадрат. Почти квадрат. X плюс Y равно M плюс NI в квадрате. Или I умножить на M плюс NI в квадрате. Вот здесь уже мы не можем воспользоваться тем трюком, которым мы воспользуемся при нахождении решения уравнения Y крат равно X кубе минус 1. Потому что кубами являются все противные, а вот квадратами и не является. Поэтому либо так, либо так. И надо отдельно разбирать. Но этот случай полностью аналогичен. Вот, на самом деле, этот случай разберет чертность вот этого, а этот случай разберет чертность вот этого. Там просто меняются местами X и Y. Ну и поэтому мы просто берем вот этот случай, добиваем до конца. Кто умеет возводить квадрат? Возводите. М квадрат минус N квадрат плюс 2. Плюс. 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 Два. 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 Что-что? Два уни, да. Два уни. Два уни. И это равно X плюс Y. И. Все. Это X, это Y. Эта формула Тифагоров троих знаменитая, всем известная. В одну строчку. Все. Ну, несколько строчек, да. Ну, еще вот это разобрать, там будет наоборот. С местами. X и Y будут меняться местами. То есть идея следующая. Из аритмистики гауссовых чисел следует, что для взаимно простых пифагоровых троек можно написать такое разложение. И вот эти два числа обязательно взаимно просты, потому что 1 плюс Y не является их делителем из отсчетности. А все остальные из-за того, что X и Y взаимно просты. Значит, общих делителей простых у них нет, значит нет вообще общих делителей, кроме единицы. Будучи взаимно простыми, мы можем применить к ним ту теорему, которая основное средство основной теоремы ритматики. Получить, что оба из них являются квадратами, например, первая. Или Y умножить на квадрат. Второй случай аналогичен, разбираем первую, возьмем квадрат, получаем формулу сразу. Да. А я все-таки вот не понял, X и Y, они взаимно просто в целых числах, правильно? Да, 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 вот это вот упражнение. Ага. Упражнение. Взаимная простота целых чисел в целых числах. Эквивалента взаимной простоте целых чисел в гауссовых числах. Но это тоже упражнение на сопряженные, пописать чуть-чуть сопряженными. А разве Y квадратов на Y плюс 1 просто или так в лоб, это не очевидно? Раскладывается на 1 или там все дальше? Ну, черт, не знаю, он не доводится. Y квадрат плюс Y плюс 1 должно быть равно квадрату. Непонятно как. У нас Y квадрат тогда получается X плюс 1 на X квадрат плюс X плюс 1. Ну да, там, во-первых, нот надо смотреть. Нет, сначала у нас X очевидно положительное. В общем, это какое-то рассуждение, я не видел, чтобы до конца его. Если нет, если нет, то больше единицы, то у нас Y должен делиться на X минус 1. Но? Ну отсюда у нас Y равно X минус 1, причем K без ограничения общности можешь сюда и положить. Тогда после сокращения на X минус 1 у нас получается K квадратов. Ну, ну, напиши сейчас на тетрадочке, напиши в тетрадочке и потом покажи. Потому что на слов я не очень воспринимаю. Ну, покажи, вот напиши в тетрадке и покажи. Так, это конец или нет? Да, это конец. Это конец, а я хотел... Ну, если слушатели не уйдут, то, может быть, можно еще минут пять? Значит, насчет N, да? N равно X квадрат плюс Y. Значит, насчет N. Сейчас последние пары слов, да? Во-первых, вот теперь мы можем написать, с одной стороны, N как-то раскладывается в произведение простых, да? И вот я бы выделил отдельно те, которые вида 4K плюс 3 все, и дальше те, которые вида 4K плюс 1, да? А с другой стороны это равно X плюс YP умножить на X минус YP. Так? Вот. Дальше здесь я знаю, что каждый из них это тоже вот такое выражение. То есть у меня будет P1, P2, так далее, и ПК. Это простые в Гауссовых. А здесь каждый из этих будет какой-то альфа-1 плюс бета-1 и на альфа-1 минус бета-1 и так далее. И здесь тоже будет разложение какое-то, причем полностью сопряженное друг к другу. То есть вот здесь будет несколько множителей и умножается на сопряженные к ним, потому что X минус YP стоит. То есть все простые Гауссы, входящие сюда, всегда входят в сопряжение. В результате вот эти два должны совпадать друг с другом. Вот эти два разложения. Из чего понятно, что первое, что здесь понятно, что если у этих чисел есть какие-то целые простые, у этих чисел X плюс YP и X минус YP, то они здесь и здесь включаются сразу, вот тут на Q и тут на то же самое Q. То есть если простой вид 4К плюс 3 является делителем этого, то оно является делителем этого. А значит, входят в степени 2. И значит эти все должны входить в четных степенях. То есть если YP хоть одним способом представляется в виде суммы двух квадратов, то любое простое число вида 4К плюс 3 входит в его разложение в четных степенях. Это самое главное. Остальное добивается из этого разложения, просто добивается в лоб. Ну и там получается вот огромное количество вариантов из вот этого разложения. Можно огромным количеством способов скомпоновать из этих пар сопряженных друг другу X плюс Y, а из остальных взявшихся будет X минус Y. И получается много-много способов разложения числа в сумму двух квадратов. Это даст самую лучшую на сегодня оценку. Задача Эрдыша о равных расстояниях. Я не успеваю про нее рассказать, но сформулировать я все-таки ее могу. Только сформулировать. Формулировка гипотезы. Формулировка гипотезы. Формулировка гипотезы. И вот такая вот красивая задачка. Между ними не более n в степени 1 плюс ε умножить на константу при любом ε больше нуля. васимптотики. Что значит васимптотики? Что значит васимптотики? А разве мы не можем просто взять цель бесконечно большей? Цель бесфиксирована. То есть утверждается, что существует такое цель больше нуля, достаточно большое. Для всех и ε одновременно. Нет, для каждого ε своя. То есть для любого ε существует С? Да. Для любого ε больше нуля существует С больше нуля такое, что начиная с некоторого n, начиная с некоторого n, любые n точек на плоскости, порождают меньше или равно С на n в степени 1 плюсепсиум равных друг другу отрезков. Это красивейшая нерешенная проблема. Просто одна из самых красивых нерешенных проблем математики. А почему тут числа Гаусса? А-а-а! Потому что Эрдош сделал отрицающую асимптотику с n умножить на... Значит, Эрдош рисовал на плоскости окружности радиуса корень из n, где n имеет очень-очень много представлений в виде суммы квадратов. Из-за этого анализа оказывается, что если n является, например, произведением подряд идущих простых вида 4k плюс 1, например, n равно 5 умножить на 13 умножить на 20, я пропустил, 5 умножить на 17 умножить... Нет, опять пропустим. 5 умножить на 13 на 17, на 29, на 37, на 41. Вот у такого n будет 2 5 различных разложений суммы двух квадратов через вот эту вот теорему. По-разному надо будет компоновать вот эти вот 2 плюс i на 2 минусы, компоновать 3 плюс 2i на 3 минус 2i, это появление числа 13 и так далее. По-разному вы компонуете, берете этот, умножаете на этот, на этот, на этот и тут сколько раз вы можете выбрать. Вот, я неправильно сказал, не 2 в 5, а 2 в 7 на единицу больше, чем количество простых. Чем больше простых записей, тем больше разложений числа в сумму двух квадратов разных, потому что они берутся из компоновки разных гауссовых простых, из разных вот этих групп, представляющих вот эти простые. Вот, и это лучшее, что нам сегодня вообще известно. Вот эта вот идея, гениальная идея, что на большом куске обычной прямоугольной решетки мы на самом деле можем усмотреть асимптотику несколько большую, чем число n просто, равных отрезков. Это самое лучшее, что мы знаем, самое-самое-самое. И полностью точная формулировка стоит в том, что мы не можем добиться никакой существенно улучшенной асимптотики. То есть вот если мы, скажем, хотим, чтобы n в сумме 1.001 умножить там на 10 в 5, ой, делить на 10 в 5, нет, c тоже бесконечно маленькая можно взять для силы, да. Для силы берем c очень-очень маленьким. Вот столько равных отрезков хотим добиться асимптотики при растущем n обломаемся через сто пятьсот шагов. Обломаемся, с какого-то момента это станет невозможно. До какого-то момента, конечно, будет возможно, мы делим на 10 в 5, да. До какого-то момента будет возможно, а потом уйдет. И так же, если я поставлю тут еще несколько нулей и даже разделю на 10 в 52-й, и все равно в какой-то момент мы обломаемся. То есть эта вот штука несовместима с расположением точек на плоскости. Это какое-то тонкое знание о плоскости, тонкое очень. Выпускник 179-й школы Дима Захаров, о котором вы слышали, который в девятом классе написал первую математическую статью, которая стала известна на весь мир. Он мне сказал, что задача кажется простой, но его потраченное на нее время не привело к каким-то продвижениям. Поэтому браться за нее надо осторожно. Но, тем не менее, она сформулирована не так уж давно. Это не какая-нибудь простые близнецы или что-то в этом духе. И, соответственно, надежда все-таки есть, что можно что-то смекнуть неожиданное. Ну, как вот Дима взял, смехнул задачу Эрдыша 1962 года. Смехнул такую гениальную, очень простую идею. Пространственную в многомерном пространстве. Но также здесь, то ли мы что-то не догадываемся, не знаю, почему-то задача совершенно не дается. При том, что сверху доказано только, что ее в степени 4,3 нельзя добиться. Вот такой вот зазор огромный, симпатический. Вот такая вот задача. Ну, а про биткоин как в другой раз. Вопросы? Каналом отходит привет, знаете? Да. Давайте вдруг, если абсолютно случайно кто-то не знает, то этот канал... Рекламная пауза. Да. Рекламная... Рекламная... Как бы сказать? Рекламная пауза. Да. Заключение. Заходите. Также есть сайт. в Саватеев и в Сегридзе. Вот. Там есть всякие... 100 уроков математики есть. Много чего есть. Интересного и полезного. Всякие соцсети, некоторые из них были заплатированы, а некоторые еще нет. А что важно? Что важно? Независимо от того, что еще будет заплатировано и запрещено... У нас все равно будет какой-то канал. Ну, какие-то каналы оставить. Если весь интернет вырубит, тогда нужно будет только на живые лекции ходить ко мне. Да. Но, в принципе, у нас планы совершенно чертки. Мы продолжаем фигачить, продолжаем выкладывать в интернет. Никто из нас не уезжает за границу, мы будем жить здесь. Вот. Потому что мы с вами многое видели. Вы только начинаете надрезать реальность, а мы ее видели очень много лет. Очень простая формула. А математика переживет всего. Поэтому оставайтесь с нами, что называется. Это куда-то переедет. Если забьют на YouTube, куда-то переедет. Яндекс.Сн переедет или на Бастион. Бастион очень хороший.